Здаров, дорогие зрители! Сегодня я хочу поделиться с вами тремя минутами вдохновения от китайского художника Ай Вэй Вэя. Знакомьтесь, это китайский современный художник Ай Вэй Вэй. Он числится в списке самых влиятельных людей мира. Он самый востребованный современный китайский художник, который открыто критикует китайскую власть. Художник, который часто встает поперек горла китайскому правительству. Из-за своей деятельности он был неоднократно избит и похищен стражем правопорядка. Ему, например, однажды пришлось бежать из страны, опасаясь за свою жизнь. Он настолько неприятен властям Китая, что китайский Роскомнадзор блокирует запросы с его именем в китайских интернет-поисковиках. Он настолько неприятен властям, что китайская полиция установила вокруг его квартиры и мастерской камеры видеонаблюдения. В попытках заставить художника замолчать, власти Китая заставили Вэй Вэя заплатить штраф в размере 15 миллионов долларов, якобы за уклонение от уплаты налогов. А для того, чтобы он не смог покинуть свою страну, у него отобрали паспорт. Как вы уже могли догадаться, Ай Вэй Вэй знаменит политическим искусством. В народе это искусство очень часто называют политическим активизмом. Активизм Ай Вэй Вэя выражается в критике в адрес коммунистического правительства Китая. Несколько месяцев в китайской тюрьме, домашние аресты, отобранный паспорт, похищение и применение грубой физической силы. Весь этот государственный социальный пакет Ай Вэй Вэй получил даже не становясь преступником. Он просто художник. И несмотря на притеснения, он продолжает делать свое дело и отвечает властям своей настойчивостью, хитровыебанной критикой и безразличием к их агрессии. У Ай Вэй Вэя очень много работ. Их относят к современному искусству, концептуализму. Но он также знаменит своими архитектурными сооружениями. Он, например, является одним из создателей проекта Олимпийского стадиона в Пекине. Вместимость этого стадиона 91 тысяча человек, а стоимость его 11 миллиардов рублей. Он был построен за 5 лет. Для примера, Газпром-арена, та, что находится в Санкт-Петербурге, вместимостью всего 65 тысяч человек стоила 51 миллиард рублей. К слову, это сейчас самый дорогой стадион в России. И он был построен за 10 лет. Вот инсталляция Ай Вэй Вэя под названием «Подсолнечные семечки». Эта инсталляция представляет собой рассыпанный на полу одного из выставочных помещений галереи 100 миллионов сделанных из фарфора семечек, которые очень похожи на настоящие. Каждая такая семечка вручную раскрашена китайскими ремесленниками. В создании этого произведения участвовали 1600 человек. По словам художника, эта инсталляция символизирует собой образ Китая, как неисчерпаемого источника дешевой рабочей силы для массового производства товаров для западного рынка. Для западных галерей существует версия этой работы, только там семечки вручную раскрашены китайскими крестьянами. Эта инсталляция должна упрекать западную публику, потребляющую китайские товары, создаваемые чуть ли не рабским трудом. Она также представляет собой сатиру на общество потребления. После открытия инсталляции посетителям разрешили ходить по этим семечкам. Из сотни посетителей музея своими ногами принялись уничтожать эти семечки. Несмотря на сильнейшую китайскую цензуру, каждая работа Айвэйвэя получает широкий мировой охват, благодаря его активному пользованию в социальных сетях. Айвэйвэй – иконоборец. Он изобретатель, он сопротивленец и он же визионер. Поэтому его имя числится в списке самых влиятельных людей мира. Поэтому он самый востребованный современный художник. И поэтому он продолжает открыто критиковать китайскую власть и общество потребления. В своих работах Айвэйвэй затрагивает темы прошлого и сталкивает их с настоящим. То, как люди относятся к своей истории, как современная культура с легкостью рушит вековые традиции, совершенно не заботясь о прошлом. Его искусство – это ответ государству, которое хочет, чтобы он замолчал, чтобы он закрыл глаза на коррупцию, цензуру и наплевательское отношение к людям. Айвэйвэй призывает ставить под сомнение любую информацию, искать правду и добиваться справедливости. С самого рождения власти Китая притесняли семью Айвэйвэя. Надо сказать, что несмотря на все трудности, с которыми столкнулся Айвэйвэй, напомню, это и преследования, и пытки со стороны властей, он не спешит покидать Китай. Он живет и работает, создает свое кампетры арт в Китае, на территории Китая. У него там своя студия, у него там есть свои ученики. Даже когда ему запрещают выезд за границу, он все равно устраивает свои выставки посредством скайпа, посредством своих помощников. Политический режим и вот эти запреты, они нисколько его не ограничивают как художника, он все равно продолжает заниматься своим делом. Это видео называется «Вдохновение», и я хочу сказать, что художник Айвэйвэйвэй очень сильно вдохновляет меня. Айвэйвэй – это человек, который действительно не боится открыто говорить правду, и человек, который открыто топит за свободу слова. Несмотря на все преграды и препятствия, несмотря на то, что этой самой свободы слова в современном мире становится все меньше и меньше, не только в Китае, но и в других странах. Очень рекомендую вам поближе познакомиться с творчеством этого художника, очень рекомендую вам подписаться на его Инстаграм, он ежедневно там выкладывает фотографии со своими работами, со своими учениками и с тем, что он делает. В общем, всю свою жизнедеятельность этот взрослый китайский мужичок транслирует в своих социальных сетях. Удивительно. На этом у меня все. Если вам нравятся мои ролики, подписывайтесь на мой канал, обязательно оставьте какой-нибудь комментарий и поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Пока!